Спорт без границ и ограничений – так можно назвать соревнования по настольному теннису среди команд психоневрологических интернатов и коррекционных школ. На несколько часов город Зверево стал Донской столицей по спорту. В Зверевский психоневрологический интернат на первенство Ростовской области прибыло 12 команд из Ростова, Таганрога, Сальска, Шахт, Зернограда и других городов региона. Открытие мероприятия прошло в торжественной обстановке с выступлением гимнасток из местной детско-юношеской спортивной школы «Олимпик». На соревнованиях также побывали многочисленные гости, в том числе из Ростова-на-Дону. В России проходит декада инвалидов. В рамках декады инвалидов будет проведено более 800 мероприятий в муниципальных образованиях Ростовской области и также в подведомственных учреждениях Министерства труда и социального развития Ростовской области. Таких учреждений 87. В каждом учреждении будут проводиться мероприятия. Зверевский ПНИ уже пятый раз проводит у себя первенство такого уровня. Поскольку мы уже встречаем не первый раз, поэтому опыт есть. Просто вспомнили, как это делается, как мы это делаем каждый год. Вспомнили, как это делается. Все мобилизовались, все молодцы. Коллектив работоспособный, дружный и очень добрый по отношению к получателям социальных услуг. Слаженная работа, она, конечно же, добавляет оптимизма и желание дальше относиться к этим людям со всем пониманием заботы, теплотой и любовью. Но кроме декады инвалидов в спортивных мероприятиях мы принимаем круглогодичное участие нашей команды. Это и соревнования по бочи, это и соревнования по боулингу, мини-футбол. Кроме спортивных соревнований у нас большая работа организована по посещению музеев Ростовской области. В этом году мы были в музее Донского казачества, музее шахтерской славы. Мы были с получателями социальных услуг, имеется в виду. Мы были планетарии. Мы посетили выставки в Ростове художественного творчества наших местных художников. Кроме этого, выезжали на турбазу «Березки» УАУ «Абуховская». Они любезно согласились нас принять на благотворительных началах, и мы им за это очень благодарны. Для людей с ограниченными возможностями становится доступным все больше объектов социальной сферы. По доступной среде мы общее образовательное учреждение обеспечили нашу гимназию номер 2 общей доступной средой. Три остановки, светофоры. В этом году Дю США Олимпик мы обеспечили также доступной средой. И в планах на 2017 год у нас СКЦ «Маяк» также обеспечить доступной средой для лиц с ограниченными возможностями. В это время соревнования набирали обороты, а теннисисты – очки. Атмосфера спортивного соперничества накалялась. Во-первых, соревнования проходят на хорошем, достаточно высоком уровне. И подготовка ребят с каждым годом улучшается. Если раньше ребята приезжали и относились как просто к участию, то теперь они не относятся уже как к соревнованиям и хотят победить. Поэтому улучшается с каждым годом, появились тренера. На протяжении нескольких лет победы достаются спортсменам из Горнинского психоневрологического интерната. Я просто в себе уверен, что я всегда это выиграю. Поэтому я тренировался, с утра начинаю тренироваться, а вечером тренируюсь постоянно. Потому что я не расслабляюсь, поэтому мне это и удается. Кубок, медали и сладкие подарки ожидали не только победители, но и всех участников соревнований.